Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Время идей – время выбора. Лицкий райком БРСМ поддержал областную акцию, инициированную в преддверии парламентских выборов Гродненским областным комитетом БРСМ. Галочка – это символ выбора, символ выбора, который предстоит сделать жителям нашей страны. 19 обращений за 3 часа. Во время субботней прямой телефонной линии жители Литчины были активны. Многие граждане звонили для того, чтобы получить определенную консультацию. Уборочная кампания продолжается. В Лицком районе убрано почти две трети площади, отведенных под зерновые и зернобобовые. При хороших погодных условиях у нас мы уберем весь урожай 7-9 дней. Ехать приятно. Объездная дорога от деревни Шейбаки до кольцевой развязки по улице Коммунистической и улице Рыбиновского и Тухачевского больше не причиняют неудобств водителям. Эти работы выполнены оперативно, быстро. Я считаю, что люди будут довольны. После анонса, как всегда, подробности этих и других тем. Внимание всего мира теперь приковано к Рио-де-Жанейро, где проходят 31-е летние Олимпийские игры. Кроме того, что эта Олимпиада впервые проводится в Южной Америке, она рекордна и по количеству стран-участниц, всего их 207 и по количеству разыгрываемых комплектов медалей. Их 306 в 28 видах спорта. На главных спортивных соревнованиях в четырехлетии Беларусь представляют 124 спортсмена в 24 спортивных дисциплинах. Медалей пока у беларусов нет, но надежды на то, что на Дрио поднимется и беларусский флаг, есть, ведь Олимпиада только набирает обороты. За ходом соревнований в разных видах следят в каждом доме, причем болеют не только за беларусов. Ночью смотрел беларусов, баскетбол проиграли, обидно. Болею за беларусов, но что-то шла бы показывает. Сам болейболист, люблю сборную Польши, болею за Польшу. Смотрю Олимпиаду в Бразилии, интересуюсь командой России, очень хорошо выступают, достойно. Жалко, что половины команды даже, может, больше не допустили чемпионату. Олимпиада, она объединяет все народы, объединяет доброту, в общем, все самые лучшие качества. За беларусскую сборную, да, желаем успехов на всех дисциплинах, которые они представляют. К другим темам. В Беларуси продолжаются регистрации кандидатов в депутаты палаты представителей Национального собрания 6-го созыва. На 110 депутатских мест претендует 630 человек. Больше всего желающих в Минске – 131 человек. В Лицком избирательном округе на депутатский пост желающих 8 человек. В Дятловском, к которому относится часть города Лиды и Лицкого района – 6. В Новогрудском избирательном округе, к которому относятся населенные пункты Третьяковского и Бердовского сельсоветов, конкурс составляет 5 человек на место. Окружные избирательные комиссии сейчас проводят проверку поданных кандидатами в депутаты документов. Не позднее 11 августа они должны завершить их регистрацию. Сразу после нее кандидаты могут начинать предвыборную агитацию. Напомним, выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Беларуси назначены на 11 сентября. В преддверии парламентских выборов Гродненский областной комитет БРСМ инициировал проведение акции «Время идей и время выбора». Ее цель – привлечь молодежь к активному участию в избирательной кампании. Символом акции «Время идей и время выбора» являются часы, стилизованные галочкой и 13-значным циферблатом. Часы обозначают время. Время важных событий политических, которые пройдут в нашей стране 11 сентября. Галочка – это символ выбора. Символ выбора, который предстоит сделать жителям нашей страны. А 13-значный циферблат обозначает то количество идей, инициатив, которые будут представлены молодежью, депутатам, которых изберут на выборы. Областную акцию поддержали и в Лиде. Райком БРСМ сегодня организовал на центральной площади города концертную программу, во время которой активисты БРСМ раздавали символ акции прохожим и предлагали им написать на нем свои пожелания и предложения для депутатов. Акция «Время идей – время выбора» пройдет во всех районах Гродничины по 9 сентября. Продолжаем выпуск. Всплеск обращений отмечен в Лиде в прошедшую субботу во время прямой телефонной линии. За три часа заместитель председателя райисполкома Виктор Пронюк принял 19 звонков. Для сравнения, в предыдущую субботу их было 14, а еще неделей ранее только 5. На этот раз деятельности ЖКХ касалась треть обращений. Поднимались также темы, затрагивающие такие сферы, как сельское хозяйство, медицина, торговля и транспорт. Чувствуется, что лидчане отдохнули, набрали сил, вернулись из отпусков, и количество звонков, конечно, было значительно больше, чем предыдущие недели. Вместе с тем хочу отметить, что многие граждане звонили для того, чтобы получить определенную консультацию, задать вопрос, которые уже освещались на страницах Лидской газеты, в телепрограммах Лидских новостей. Поэтому необходимо быть внимательными. Очень много вопросов, как всегда, задаются по наведению порядка, благоустройству дворовых территорий и состоянию дорог. Так, например, одна женщина жалуется, что возле ее дома сделали парковку и возмущена тем, что близко ставят машины. Естественно, шум, загазованность. Вместе с тем другой мужчина из соседнего двора возмущен тем, что при благоустройстве дворовой территории установили бордюры, которые мешают сегодня ставить машины на зеленый газон. Раньше он говорил, что ему было хорошо и удобно, и никому вроде бы не мешало. Поэтому надо находить компромиссное решение. Вместе с тем были подняты очень важные вопросы, которые пришлось решать в аварийном режиме. Это подача воды в деревню Велички, а также ремонт дома, где произошла усадка фундамента и треснула штукатурка. В следующую субботу жители нашего региона смогут обратиться со своими проблемами к управляющему делами Лицкого райисполкома Ирине Юч. Обращения, как и всегда, будут приниматься по номеру 524243 с 9 до 12 часов. А сейчас о кадровых назначениях. Директором открытого акционерного общества ЛИД Агропром МАШ назначен Виталий Якубчик, до этого занимавший на данном предприятии должность заместителя директора по коммерческим вопросам. Новости с полей. За выходные белорусский каравай значительно потяжелел. Его вес уже приближается к 5 миллионам тонн. По стране убрано 60% площадей. В лидерах по намолотам Минская область. Ее аграрии намолотили более 1,3 млн тонн зерна. К миллионному рубежу приблизились Брестская и Гомельская области. Более 800 тысяч тонн сегодня на счету грудненских хлеборобов. Воловой сбор зерна на Личине сейчас составляет чуть более 30 тысяч тонн. Зерновых и зернобобовых по району скошен 61% от плана. Не радует пока урожайность. С одного гектара в Лицском районе убирают 28,7 центнера. Очень-очень сложно. И мы буквально процентов 20 не доберем к урожаю прошлого года. И в настоящее время при такой погоде некоторые зерно, озимых и зерновых начинает прорастать в колосе. Это сказывается на качестве будущего хлеба нашего. На сегодняшний день темпы уборочной кампании не совсем хорошие. Это из-за того, что плохие погодные условия. Я думаю, что при хороших погодных условиях у нас мы уберем весь урожай 7-9 дней. Наилучшее хозяйство у нас в районе по темпам уборочной кампании – это совхоз Лицкий, по урожайности филиал Детва. В Лицском районе скоро появится первый экипаж комбайнеров «Тысячников». К «Тысячному намолоту» приближаются Юрий Антонович и Евгений Ткачук из сельхозпредприятия «Можейково». На сегодня они намолотили 943 тонны зерна. А вот водителей «Тысячников» в нашем регионе уже два. Компанию Александру Венской из хозяйства «Можейково» составил его коллега Владимир Дулуб. Свою первую тысячу тонн зерна с полей он перевез в субботу. Сейчас на его счету 1145 тонн. У лидера же среди водителей в районе Александра Венска – 1655 тонн. Объездная дорога от деревни Шейбаки до кольцевой развязки по улице Коммунистической и улице Рыбиновского и Тухачевского больше не причиняет неудобств водителям. И все это благодаря работникам Дорожно-строительного управления номер 24. По заказу Лицкого жилищно-коммунального хозяйства они провели текущий ремонт их проезжей части. Средства были выделены из районного бюджета. В июле месяце согласно решению Лицкого районного исполнительного комитета мы выполняли работы по текущему ремонту трех объектов в городе Лиде. Это улица Рыбиновская, улица Тухачевская и обездная дорога вокруг Лиды от деревни Шейбаки до улицы Коммунистической. В целом выполнен объем работ на 2,9 миллиарда рублей. Если взять с процентом отношений, то обездная дорога в этой сумме занимает 2,2 миллиарда рублей. Там мы поправили 2500 погонных метров покрытия. Улица Тухачевская занимает 350 миллионов рублей и улица Рыбиновская 340 миллионов рублей. Эти работы выполнены оперативно, быстро. Я считаю, что люди будут довольны и пользователи дорог, особенно обездной дороги, будут более-менее хорошо отзываться о работе системы коммунального хозяйства, потому что они хозяева этих объектов. В ближайшее время на отремонтированных участках улиц Рыбиновского и Тухачевского и объездной дороги будет возобновлена дорожная разметка. Лидское дорожно-строительное управление номер 24, как одного из филиалов Гродненского дорожно-строительного отреста номер 6, входящего в состав Белавтодора, выигравшего тендер на реконструкцию трассы М6 Минцгродно, сейчас ведет работы на участке этой автодороги в Щучинском районе. Чтобы придать ему современный вид, у литчан есть 23 месяца. Сдать объект необходимо летом 2018 года. Выдано разрешение от 28 июля на подготовительные работы. Мы их начали сразу же в тот день, как было выдано разрешение. Участок нашего дорожно-строительного треста номер 6, это участок 197-211, это участок в районе Щучино. Из этих 13,3 километра нашему предприятию выделено на этом участке 3,3 километра. Это участок от нуля и под ключ. Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены за 23 месяца. Что касается вообще работ, то планируем работать, не останавливаясь и зимой, планируем работать с продленкой и выходные дни, потому что условия контракта жесткие, их надо выполнить. Сколько людей и техники задействовало? На сегодняшний день есть определенные проблемы с расчисткой полосы отвода. Эти работы выполняют лесники, поэтому развернуться в полную мере мы пока не развернулись. Мы пока работаем только с подготовкой карьеров. В карьере у нас сегодня работают 4 экскаватора, 2 бульдозера и 6 автомобилей самосвалов. С сегодняшнего дня приступаем к работе на основной дороге. Для того, чтобы начинать выполнять работы по основному ходу, необходимо сделать очень много объездов. Работы стесненные, поэтому с сегодняшнего дня уже приступаем к устройству объездов, временных труб именно на объездах на этом участке. Ежегодно сотни учащихся школ и учреждений среднего специального и профессионально-технического образования во время летних каникул работают в студенческих отрядах. В этом году тоже были те, кто предпочел отдыху, трудовые будни. Где работает литская молодежь, сколько можно заработать за лето и кто помогает им в трудоустройстве? Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим со Светланой Бабашенковой, которая исполняет сейчас обязанности второго секретаря Литской районной организации общественного объединения БРСМ. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Добрый день. Итак, можем ли мы сегодня говорить, что трудовое лето в этом году удалось, несмотря на определенные проблемы с занятостью в нашем регионе? На сегодняшний день мы можем констатировать тот факт, что трудовое лето для тех, кто реально желал трудоустроиться и поработать в летний период времени, уже состоялось. Третий трудовой семестр не прошел мимо тех ребят, которые проявили инициативу и зарегистрировались в качестве желающих трудоустроиться в летнее время в Литском районном комитете БРСМ. А в трудовых отрядах какой направленности в этом году работала наша молодежь? На сегодняшний день мы можем говорить о том, что у нас было сформировано большое количество отрядов разной направленности, в том числе строительные отряды, сервисные отряды, педагогические отряды, сельскохозяйственные отряды. Ну и новинкой этого лета, лета 2016, было то, что у нас появился даже один медицинский отряд. Скажите, на сегодня сколько учащихся поработало или еще работают в трудовых отрядах? Ну вообще понятие студотряда включает в себе такой количественный состав от семи человек. И на сегодняшний день мы можем констатировать, что у нас отработало 29 отрядов с разным количественным составом, но в общей сложности более 570 молодых людей нашли возможность трудоустроиться в составе вышеперечисленных отрядов. Хотелось бы более подробно узнать о ребятах, которые устроились работать в Островец. Какие виды работ наша молодежь там выполняет? Ну это прежде всего строительные работы. Ребята работают непосредственно на самом объекте атомной электростанции. Это порядка 20 километров от Островца. Ежегодно они туда отправляются на автобусе и точно таким же образом возвращаются. Выполняют в основном строительные работы. То есть это квалифицированный труд. Туда не просто было попасть в этот отряд. И вообще это предмет нашей особой гордости, потому что единственный город такого масштаба, как Лида, смог сформировать студенческий отряд. В основном это ребята из Минска и из Гродно. И сколько всего туда ребят поехало? Всего туда отправилось 35 человек. Это два отряда наших, которые работают непосредственно в строительной отрасли на Островецкой станции. Ну если не секрет, сколько молодые люди могут заработать там? Я могу, наверное, оценивать то, что в прошлом году какая была зарплата. И вот отталкиваясь от этой суммы, можем уже предположить, какая будет в этом году. В прошлом году ребята чуть больше полутора месяцев работали. И, например, командир нашего отряда заработал около 17 миллионов. Довольно прилично, наверное, по сравнению с остальными трудовыми отрядами. Если говорить о других трудовых отрядах, то да, действительно, это одна из самых высоких заработных плат. Я знаю, что не все ребята идут в трудовые отряды ради заработка. Есть и те, кто работают на безвозмездной основе. Это не слухи? Нет, вы знаете, у нас действительно есть отряды, они называются добровольческие, где ребята не получают материального вознаграждения за свой труд. Но я думаю, все-таки у них есть внутреннее моральное вознаграждение. Такие отряды были сформированы для оказания содействия в обслуживании различного рода мото-мероприятий с Лицкой РОСДСААФ. А также у нас есть договор, который заключен с отделом идеологической работы культуры по делам молодежи. Ребята работают помощниками при проведении различных мероприятий, то есть работниками сцены. Еще только первая половина августа. Есть возможность у молодежи еще куда-то устроиться или же, как говорится, поезд ушел? Нет, можно еще успеть трудоустроиться. На данном этапе у нас идет формирование еще одного студенческого строительного отряда. И, конечно, главным этапом в осенних работах будет формирование отрядов сельскохозяйственной направленности. А итоги трудового лета 2016 когда планируете подводить? И можно ли молодежи рассчитывать на какие-то награды? Я думаю, что, конечно, безусловно, можно, потому что каждый труд должен оцениваться по достоинству. Скажу, что в прошедшем году у нас были определенные также заслуги и награды. На республиканском уровне был отмечен наш отряд, который работал в Островце. Я думаю, что в этом году также мы будем стараться и стремиться к этому. Ну, а вообще, итоги третьего трудового семестра подводятся, как правило, в ноябре-декабре месяце. Ну, Лида всегда была таким городом, который завоевывал определенные награды, как на республиканском, так и на областном уровне. Слава Николаевна, вот такой нескромный вопрос. А сами вы принимали участие в студенческих отрядах в свое время? Да, мне довелось поработать в составе сельскохозяйственных отрядов в основном. И я должна сказать, что такие благоприятные впечатления, конечно, от работы. Это, в первую очередь, наверное, не столько материальное вознаграждение играло свою роль в создании вот такого хорошего, доброго момента воспоминаний. Но, в первую очередь, та сплоченность, та дружба, которая царила в наших отрядах. А сейчас можно ли сказать, что что-то сохранилось или сейчас по-другому немножко? Ну, вы знаете, мне очень импонирует то, что на данном этапе идет возрождение студотрядовского движения в полном смысле этого слова. Вот, например, наши островецкие ребята, которые работают на атомной станции, у них очень четко организован досуг. То есть у них студотряд полноценный и идет соревнование определенного рода. То есть подводятся рейтинги по разного рода направлениям не только по трудовой деятельности, но и в контексте того, в каких они в спортивных мероприятиях участвуют, в каких там конкурсах интеллектуальных, развлекательных и так далее. Поэтому, когда получается у ребят, то есть когда есть возможность не только работать, но и участвовать, то они, конечно же, участвуют и защищают честь Гродинской области перед всеми остальными другими регионами. Причем замечу, что стройка в островце – это не просто объект, где работают только белорусские студенческие отряды. Там у нас и российские наши друзья тоже принимают активное участие в строительстве. Спасибо, Светлана Николаевна, за найденное для встречи время. Пусть ежегодно вам удастся найти как можно больше рабочих мест для литской молодежи. Спасибо большое. А вот как относятся к желанию молодых людей поработать в летний период литчане в нашем традиционном опросе? Правильно. Надо трудиться. Работа из обезьяны сделала кого? Человека. Значит, надо. Я считаю, что это прекрасно. Молодежь должна привыкать с раннего возраста к работе, чтобы быть более ответственным всегда потом по жизни. Сын мой тоже учился в техникуме, всегда подрабатывал на каникулах. Труд еще никому не помешал. Всегда рада, чтобы мой ребенок в свободное время мог бы заработать копеечку для себя. Скажем так, им нужно помогать в этом, в их стремлении работать. Неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается в Беларуси на этой неделе. По Гродненской области осадки прогнозируются ежедневно. Дневные температуры в течение недели будут колебаться от 21 до 26 градусов тепла. Ночью будет от плюс 6 до плюс 15. А сейчас новости спорта. Хоккейный клуб «Лида» завершил борьбу за кубок Руслана Солея матчем с «Шахтером». Игра состоялась вчера в Солигорске и завершилась победой хозяев со счетом 3-1. Единственная шайба нашей дружины на счету Дмитрия Хилько. Заброшена она была в начале третьего периода, когда «Лида» играла в большинстве. Напомним, в рамках розыгрыша кубка Руслана Солея «Рыцари» в своей подгруппе провели 4 поединка. Победу праздновали лишь однажды, когда был повержен Могилев. Встречи с Гомелем, Металлургом и Шахтером очков в копилку красно-синих не добавили. В результате «Лида» в своей подгруппе финишировала четвертая, опередив лишь Могилев. На этой неделе возобновится чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге. В 14-м туре футбольный клуб «Лида» ждет выездная игра со шмянами. Она состоится в субботу. Перед этой встречей «Лида» с 13 очками занимает 11 место в турнирной таблице, а ее соперник с 4 очками – 14. И у меня все. Через несколько секунд смотрите прогноз погоды на завтра. Затем после рубрики «Есть вопросы» и блока рекламы в эфир выйдет программа «Полный дозор». Она расскажет о чрезвычайных происшествиях в регионе. Интересного телевизионного вечера и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова